Всем привет, я доктор Евгений. Сейчас покажу, как можно со спайками живота разобраться. После операционной спайки, неожиданно вдруг возникшие спайки в диагностике, которую выявили. Смотрю. Для этого нужно лечь на спину и воспользоваться чудо-подушкой, которую мы можем подложить под таз. Для того, чтобы приподнять немножко тазовый конец и немного, чтобы внутренние органы вверх оттекли. После этого открываем живот и ложимся ровненько, насколько это возможно. Что делать? Нужно для того, чтобы понять, есть ли у вас какие-то нарушения в подвижности внутренних органов. То есть, если кишечник так или иначе спаян. Что значит спаян? То есть, был какой-то воспалительный процесс, который оставил перетяжки между кишечными петлями, который оставил натяжение между внутренними органами другими. Допустим, кишечника и желудка, толстой кишки поперечно-ободочной и желудка и так далее. В общем, это надо все мобилизировать. То есть, у меня есть небольшое видео, когда я показываю, как поднять кишечник. Сейчас оно в подсказках выйдет. Это одна из техник, как раз таки, чтобы можно было его расшевелить. То есть, весь ЖКТ. А сейчас покажу, как разобраться, на месте ли вообще находятся внутренние органы и как спайки на это влияют. Что нужно сделать? Нужно взять две свои руки и положить по обе стороны от пупка. Таким вот образом. То есть, если у кого-то они здесь лягут, у кого-то здесь лягут. Поэтому надо просто положить руки на живот и расслабить спину, чтобы таз подкрутился таким образом, чтобы образовался вот этот вот кратерок небольшой, ложбинка. Опять же, если у кого-то есть животик, то он все равно немножко погрузится вниз. После этого ложим руки по бокам от пупка и нужно просто немножко надавить руками вовнутрь, то есть, в сторону спины. Положили, надавили и таким образом полежать буквально секунд 10 для того, чтобы постепенно руки вдавливались вниз, вниз, вниз. То есть, поставили и надавили и ждем 10 секунд. Руки погрузятся глубже и дойдут до своего предела. В процессе вы можете какие-то болевые ощущения ощущать. То есть, на эту боль давить руками не надо. Постепенно руки сами растают и встанут в какой-то упор. После этого нужно сделать движение руками по часовой стрелке и против часовой стрелки. Первое движение будет, если с моей стороны смотреть, будет по часовой стрелке. То есть, я, получается, левую руку буду толкать вниз по дуге, то есть, по дуге к середине, то есть, от вот этой вот линии к середине, то есть, вот таким движением. Соответственно, буду делать противоположное движение правой рукой моей, то есть, вот это движение буду делать, вот такое. Соответственно, у меня будет перемещение вот в этом направлении. поставил погрузился и начал движение и мы крутим свой живот до тех пор пока не почувствуем какой-то упор прям как будто вот врезались в стену вернули руки обратно теперь пробуем движение в другую сторону соответственно теперь правой рукой я буду делать движение сюда а левой рукой движение вот сюда и пробую и то же самое крутим до тех пор пока не уперлись какой-то упор после этого нужно сравнить в какую из сторон то есть по часовой стрелке либо против часовой стрелки было движение более скованное более болезненно и менее амплитудная и тут как раз таки нужно отрабатывать ту сторону какую меньше всего крутился ваш живот например это было движение вот это и что нужно сделать поставили руки погрузились снова и поехали в это движение крутим до тех пор пока не воткнетесь в эту стену вы почувствуете натяжение возможно как будто откуда-то из глубин живота будет какой-то тяж который будет отдавать болью в спину в живот в проекцию паха мы должны стоять в этом натяжении чаще всего бывает что петли кишечника если там имеются какие-то спайки либо межорганные какие-то мелкие спаечки в этом движении спаечки натягиваются и суть нашего вот этого вот терапевтического движения не порвать эту спайку а натянуть ее и сдать ей немножко мобильности чтобы она немного было подвижнее тем самым кишечник будет двигаться намного лучше подвижней перестанут блокироваться какие-то движения в жкт и еда будет проходить намного лучше и приятнее вам будет ходить по большому по маленькому по всем средним делам то есть стоим и держим до каких пор надо держать до тех пор пока честно сказать не устанут руки мои практики были случаи когда примут в таком натяжении были ощущения что вот вот что то лопнет и прям лопалось то есть был какой-то звук как будто смещение то есть это могли быть как раз таки мелкие спаечки когда рвутся свежие происходит такие вот лопание щелканье после этого нужно просто-напросто задать дыхание животом то есть сделать полный вдох в живот и выдох еще раз вдох и выдох и сделать таких 5-7 дыхательных движений кстати чтобы улучшить свое дыхание именно диафрагмальная вот вам подсказочка для того чтобы раскачать свою диафрагму и задать живот чтобы он дышал и задать дыхание глубокой животом поэтому надеюсь я был полезен вам поделитесь большие пальцы пользуйтесь